Стены зданий, заборы, палатки – все сгодится для выплеска безудержной фантазии молодежи. На них день за днем появляются непонятные надписи и рисунки, а иногда и очень даже понятные русскому человеку ругательства. И несмотря на старания властей, а службы благоустройства города чуть ли не каждый день их закрашивают, подобных рисунков меньше не становится. Молодежь неустанно их подновляет. Хотелось бы действительно обратиться к нашим жителям, если мы действительно гордимся своим городом, хотим гордиться своим городом, любим свой город, давайте хотя бы тогда и относиться к своему городу с добротой, с любовью, чтобы действительно он был краше. Воздействие на сознание граждан подобными увещеваниями – чуть ли не единственный способ изменить ситуацию, ведь закон, предусматривая административную ответственность, не учитывает практическую невозможность его применения. Мы на сегодняшний момент можем привлечь только того человека, который это делает, но его надо поймать. Но мы дам ответственность, да, на физическое лицо штраф предусматривается от 500 рублей до 2500, но его надо поймать. Штраф также предусмотрен и для управляющих компаний, не содержащих стены домов в надлежащем порядке. Но префект Советского района понимает, что ситуацию подобные меры не изменят. Ведь юные художники не поленятся и нанесут свои творения на вновь закрашенные. В связи с этим у префекта Советского округа появилось предложение. Он готов помочь направить творческую активность в мирное русло. Ведь рисовать можно действительно красивые вещи, которые смогут украсить наш город. Ради Бога, я их приглашаю к себе. Я найду им место для того, чтобы они свои картины сделали в нашем городе, чтобы город только украшали эти картины. Продолжение следует...